Ну, это будет же руминанс. Второй раз с солью, Диана, ты так, конечно, с солью насыпала. Где твоя вторая? Ну, это она, да. Бе-бе-бе. Давайте. Я приветствую вас на канале Аленин сад. Сегодня у нас будет традиционная семейная дегустация томатов. В этом году она будет довольно короткой, потому что пробуем всего лишь 15 сортов. Все томаты я вырастила самостоятельно в своей новой поликарбонатной теплице, которую поставили в мае. Вот и узнаем, отличается ли вкус у томатов, выращенных в пленочной теплице, и в поликарбонатной. Но не это главное. Главное выбрать самый вкусный сорт для своей любимой семьи, который в будущем я буду выращивать ежегодно. И именно для этого делается дегустация. И у меня для вас есть очень радостное известие. Начался предзаказ на мою книгу, энциклопедия посленовых, в которой есть очень большой раздел о выращивании помидоров. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Если тема вас интересует, обязательно заглядывайте. Как я уже сказала, дегустация томатов в нашей семье это традиционное мероприятие уже несколько лет. Но в этом сезоне мне не хотелось ее проводить. Я подумала, слишком мало сортов, слишком мало свободного времени. Потом у меня заболела младшая дочка после двух недель хождения в школу. Но именно она потребовала дегустацию. Потому что на самом деле самые рьяные хранители традиции у нас это наши дети. И если уже родители какую-то традицию завели и несколько лет подряд ее поддерживают, то дети будут обязательно ждать это с нетерпением и не дадут родителям отдохнуть и переключить свое внимание на что-нибудь другое. Но в связи с тем, что томаты были собраны до того, как она заболела, они немножко уже полежали. То есть это не плоды, которые были сорваны вчера с растений. А как вы знаете, немножко полежавшие томаты теряют сахара. И я беспокоюсь очень сильно, что семья не оценит многие сорта по достоинству, потому что они будут недостаточно сладкими. Но с другой стороны, опыт прошлых лет подсказывает, что вот Даше, например, нравятся больше кислые томаты. А моему мужу более пресные. Я предпочитаю сладенькие. Поэтому будет очень интересно. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал Аленин Сад. Не забывайте ставить класс этому видео и писать в комментарии, как вам понравилась наша дегустация. Ну а теперь давайте уже наконец-то с нетерпением пробовать. Итак, дамы и господа, я очень рада, что вы сегодня присутствуете в этом зале. Для зрителей поясним. Для тех, кто смотрит впервые. Двое участников дегустации у нас предпочитают находиться за кадром. Это мой муж и моя старшая дочь. Вы будете слышать только их голоса. Моя младшая дочь Диана, миссис Помидорка когда-то в прошлом, а может быть и в настоящем, предпочитает работать на камеру. Теперь сообщение для вас, участники, дорогие мои. 15 сортов томатов сегодня. Хоть Диана сказала что-то как-то мало, я думаю, что наесться мы сможем и надегустироваться. Запах такой помидорный стоит, как будто я кетчуп готовлю. Начнем со сладких или с кислых, или с пресных, с каких? Давай со сладких. Со сладких. Тогда начнем с черри. Первые сладкие, оранжевая груша, единственный желто-оранжевый томат у нас здесь сегодня. Да, с него и начнем. Единственный желтенький. Конечно, мы ставим баллы каждому сорту, каждый человек говорит свою оценку. Я составляю таблицу и в конце видео мы посмотрим, какой сорт победил в нашем народном голосовании. 8 будет. Так. 10! Очень вкусный вообще. Очень вкусный? Да, сладенький такой. А я, конечно, тоже поставлю 10, потому что это мой любимый сорт. Оранжевая груша. Пиро-норанжевая груша. Надо было 10 поставить. Обожаю его. Так, следующий сладенький. Радона. Это вот эти грубенькие. Красненькие гамедочки. Вот эти? Угу. Перфекто. Что вы думаете? 6. Я растерялась. 6. Почему? Под киской и месивкой такой. Так. Да. Я хочу еще раз попробовать. Я не поняла вкус. Пожалуйста, пожалуйста. Как я попробую. Как я попробую. Вау. Это очень вкусный попался. Теперь кислый попался. Тебе кислый попался? Теперь. Ну, они немного отличаются, конечно. Ну, немного, прям, полностью разница. Сначала безвкусный, потом солький попробовал. И потом очень вкусный, сладенький такой, а потом кислый. Ох, какая оценка. Разноцветная. Точнее, от нуля до десяти. 7. Да. 7. Хороший. Слотковат. Я даю немного, тоже не чистый. Хороший, пенуга, вкусный. Хорошо. Можно ли? Да. Да, можно. Пока еще. Предыдущему. Предыдущему нельзя уже. Все, предыдущему нельзя. В этом особенность дегустации мы не знаем весь ассортимент. Мы можем в самом-самом-самом-самом конце, после пробы 15 ассортов, изменить оценку. Но это уже не войдет в рейтинг оценок, который записан. Такие я устанавливаю правила. Дальше. Что, зелененький? Давай. Китайская принцесса. А у меня нет такого. Я тебе положу такой. Китайская принцесса. Я сразу предупреждаю, что это перезревший плодик. Нет. К сожалению, не все томаты дожили до этой дегустации. Всего я выращивала 18 сортов в этом году. Пять. Я тоже поставлю пять. Корочка очень твердая. Да. Это, между прочим, такой признак, который не зависит от перезрелости. Если она жесткая, так она жесткая всегда. Да. Даша. Семь. Обосной. Потому что довольно высокая оценка, я на такую не рассчитывала. В случае с предыдущими. Так, ну а я, наверное, я поддержу Дашу и тоже поставлю сень. Просто так. Нет, ну мне сейчас вот с солью он очень понравился. На самом деле, даже если он перезрелый, он с солью очень сладкий, сочный. Очень нежная консистенция, как у всех зеленоплодных томатов. Мне понравился. Теперь предлагаю попробовать сорт шоколадный страйпс. Да, да, верно. Даша уже узнает шоколадный страйпс. Шоколадный заяц. Или более правильное название шоколадный полосатый. Шоколадный в полосочку. Но, как бы традиционно, у меня уже повелось использовать это название. Чоколадный страйпс. Это очень угрожайный сорт крупноплодный. Можно еще кусочек? Можно. Я не распробовала. Мне надо два кусочка, чтобы распробовать. Александр, ваше мнение. А посмотрите, пожалуйста, почему? Только достаточно вкусный, постановатый, водянистый помидор. Солью неплохо. Даша. Шесть. Я поставлю, пожалуй, шесть. Почему? Потому что сначала он такой кислый, потом становится немного сладковат, но он очень водянистый. И к тому же у него очень твердая корочка. Я, наверное, с тобой соглашусь. С Дашей тоже поставлю шесть, потому что мне не хватает совершенно вкуса. Он пресный. Очень сочный, пресный дом. Солью можно попробовать. Я солила. Я солила. Да, даже с солью он пресный. То есть китайскую принцессу с солью. И эта сладость сразу совсем другой вкус. А шоколадный спрячь, он каким был пресным, таким и остался. Поэтому шесть. Следующий томат. Я стараюсь пробовать без соли сначала, потом соль, а потом снова без соли, чтобы вкус понять. Молодец. Твой анализ будет самый дотосно точный. Умница. Теперь давай пробовать томат «Бычье сердце черное». Это вот такие крупные кусочки. У него, пробуйте нижнюю часть плода, потому что верхняя, видите, зеленая. Но это не вкусно. Он очень мягкий. Кожица немного твертая была. В принципе, вкусный. Солью как-то наоборот не очень мне понравилось. Потому что запушается весь вкус. А у него очень необычный привкус. И думаю, было бы очень вкусно с бузейкой, именно этот помидор. С этим привкусом. Понятно. А сколько ты поставишь? Семь. Ну, я шесть поставлю, думаю, в соску. Поэтому не очень меня... Ну, вот Дениска такой, мочной. Но добавление соли вкус сильно не поменяло. Так же, как у меня с шоколадным страйбиком. Да, я же знал больше этого, знаменитого софта. Ну, вообще, на самом деле, в прошлые годы мы его уже дегустировали. И он не занял первое место у нас. Но после дегустации, через сутки где-то, он был разрезанный, потому что это был большой плод, он постоял в холодильнике. И когда вот из холодильника через сутки я его достала и попробовала, я пришла в восторг. Ну, какой вкусный помидор. Почему-то на дегустации мы его не распробовали. Поэтому... Ну, оставь потом вас попробую. Середнячок. Полез пару дней. И Диана? Я поставлю пять ему. Мне вообще не понравилось. Хоть он и не дозревший сверху, но при этом внизу он очень-очень мягкий, такой, можно сказать, даже рассыпчатый. И вкусный. Такой не чувствуется почти. А соль я переборщила, поэтому не поняла сами даже. Понятно. Я, наверное, поставлю тоже пять баллов. То есть средняя, серединочка. Не могу сказать, что он прям супер. Ну, и сказать, что он плохой, я тоже не могу. Тем более, он уже такой, да, перезревший немножко снизу, поэтому... А почему он снизу перезрел и сверху не должен быть? Это из-за недостатка калия и полива в теплице. Потому что я за помидорами не ухожу. Теперь давайте попробуем томат. с замечательным названием. Черничный десерт. Это черники? Оправдает ли он свое название? Так, выглядит аппетитно. Да, выглядит он вот так красиво. Красиво. Хочу сказать сразу вам. Вам хочу сразу сказать. Это что там за томаты? Это сладенький упал. Пусть лежит, потом уберешь. Так, сразу хочу сказать для вас информацию о том, что черничный десерт, так как он с большим количеством антоциана и с довольно толстой кожицей, хранится в свежем виде дольше всех остальных 15 сортов. И даже 18, которые я в этом году выращивала. Вот это особенность плодов с антоцианом. Очень длительное хранение. Может лежать и лежать и лежать и не портится. Берите на заметку. Если вам нужна эта особенность, выбирайте такие сорта. Так, вы уже все попробовали? Я первая выставлю свой пакетик. Пожалуйста, ты с кусочком. Я вам понравилась тебе. А мне тоже. Солю. Это очень вкусно. И приятная консистенция. И я прям сразу поставлю 10 баллов. Не знаю, я бы десерт много думали. Да, он очень вкусный. А без соли он такой, конечно. Никакой. Я поставлю ему 10 из... Нет, 100 из 10. 100 из 10. Это значит поделим на 10. Будет 10 баллов. Очень-очень вкусный. Когда без соли его ешь, он все равно сладкий. А когда солью, тогда он еще более сладкий. Отлично. Не зря он десерт. Да. Саша? Ну, мне очень понравился сорт, да. Я даже хотела ему 8 поставить. Но у вас такие высокие оценки. Я поставлю 9. Нет, ставь то, что ты думаешь. Ну, 8 тогда напишу, и ладно. Ну, вкусный, очень вкусный сорт. Интересный вкус у него. И без соли он вкусный. Мне казалось, мне понравился и соль вкусный. Ну, корочка такая, да. У него действительно такая твердоватая. Хотя я у других не замечал вообще твердости. Видимо, из-за чего такого он долго и хранится. Что такая у него корзура прочная. Вот. Ну, на вкус очень вкусный, оказалось. По крайней мере, вот этот помидор. Да, а скажи мне, вот пожалуйста, вот ты же... У нас корзина с помидорами. Весь балкон заставлен. Да. Ты этот сорт когда-нибудь брал, чтобы съесть? А что тебя останавливало? Ну, я бы не пил, но я брал только красный. Да, только красный. Классический пункт, вот такой вот, который выглядит. Да. Даша, ты сколько поставишь? Девять. Девять. Как тебе? Он, во-первых, очень красивый. Жесткая кожица. Но он сладкий. И солью тоже вкусный. Потому что, может быть, что сладкий, потому что солью не будет таким вкусным. Тут этой проблемы нету. Он очень вкусный. Приятный, консистенция, хороший помидор. Ну, отлично. Переходим к следующему конкурсанту. Розовый пушистик. Так как я томаты помыла, то он уже не пушистик. Но, поверьте мне, он был покрыт волосками, как персик. Это вот этот крупненький. Крупненький. Это был розовый? Ну, оценик. Это был розовый? Это вот этот? Да. Он волосатый все-таки. На языке ощущается. Интересно, что очень мясистая, плотная такая у него ткань. Без семян. Ну как? Вы меня ждете? Первое? Ну, мне понравилось это. Если меня надо. Пожалуйста. Мне понравился в целом, поставлю сель. Ну, особенно вкусно он с солью. Без соли он как-то поставляется, собственно, такой. А соль добавляет ему такую слабость. И я, кстати, в пару вкусов, очень понравился с солью. Мне тоже. Потому что я несколько раз пробовала его без соли просто. И мне всегда казалось, что он довольно пресный. А сейчас с солью у него появилась действительно сладость. Но все-таки все равно это не та сладость, которая была у предыдущего черничного десерта. Поэтому я ему только поставлю 7 баллов. Я ему поставлю, пожалуй, 6 баллов. Потому что с солью он очень вкусный, но без соли такой безвкусный полностью. Четыре. Вот так. Без соли для меня отвратителен. У него очень странный привкус и кожица чуть-чуть неприятная текстура из-за того, что он пушистый. Но с солью он очень вкусный. И он мясистый. И поэтому я думаю, он бы хорошо подошел в какой-то салат, чтобы он держал свою форму. Но так, без соли, без всего, он очень невкусный. И я бы поставила 3 или даже 2. Но соль помогает. И поэтому нашим. Ну, солью даже вкусно. Даже 4. Да. Этот сорт называется Малиновый Ажаровский. Польская, видимо, селекция. Ну, да, такой классический помидорный вкус. Прям такой помидорный помидор. Что хочется ему 5 поставить среди. Ну, что? Такой классический помидор. Ну, пусть 7 будет, в принципе. Ну, как бы жесткая и кожуравневая, и вот тут ткань, которая под кожуравлась, такой жидковатый. Этот, например, на помидор. Ну, вкус ничего такого не могу сказать. Умеренно хороший. Ничего плохого и ничего хорошего сильного тоже. Нормальный, добротный, классический помидор. 6 баллов. 6? Или сколько это? 7. А, 7. 5, 7. Теперь 5 поставил. Я поставила 5, исправила на 7. Ты мне договоришь, что же... 6, 7. 6, 7. Да. 5. Пять. Так. Как папа сказал, у него просто помидорный вкус. И, ну, оценка 5, потому что ничего больше сказать про вкус. Нельзя, потому что самый обычный помидор, который можно купить в магазине. Но единственный минус в том, что кожица очень жёсткая, что она даже на зубах хрустит, скрепил, и очень неприятно её жевать надо быть. Поэтому 5. Диан? 6. Обоснусь. Обосноваю. Обосновываю. Обосновываю. Я поставила 6, потому что мне не понравился его вкус. Ну, такой странный, как бы нормальный, но слишком скучный, странный довольно-таки. И ещё у него очень твердая кожура. Но 6, так бы я поставила где-то 4. 6, потому что он очень вкусный, когда солик. А я поставлю ему... Мне он не понравился ни солькой, ни без сольки. У него твёрдая кожура, и у него действительно очень твёрдая мякоть, которая сразу вот под кожурой находится, все стенки жёсткие. И я думаю, что этот сорт, он специально для засолки цельноплодного вот этого консервирования, когда целиком самариновали помидор. И нужно, чтобы он держал форму, и у него поэтому такой запас прочности. Но попробуем его засунуть в наш автоклав, между прочим, посмотрим, проверим мою версию. А так 4 по вкусу, потому что он не для салата и не для употребления вот так, в свежем виде. Просто, чтобы взять и поесть помидорчик. Да, следующий у нас это гибрид Crimson Crush. Гибридный сорт, ну, так же, как и пушистик. Розовый, между прочим. Вот это вот должен быть такой обычный помидор. Классический, красный, классической формы, классического вкуса. Его особенность в том, что этот гибрид не болеет фитофторой и кладоспориозом. В мире таких буквально 5 штук, а может даже меньше. А как ты получила его, если он такой редкий? Ну, я купила семена в Англии. И все. Пингал. Еще есть нарезанный? Нарезанный? Нет. Ну, вот он есть, ненарезанный. Тоже он. Он очень урожайный, очень красивый, потому что он не болеет, он кладоносит вот такими прекрасными, красивыми кисточками. У них желтая вот эта. А вот это вот, кстати, малиновый Ажаровский, который нам не очень всем понравился. Вот у него такая форма плоды для засолки. Явно. На череп похож, больший переросный. Да. Ну, это, по-моему, тоже он. Вот, это Кримсон Краш. Вкусный, сладкий. Да, я еще не закончила. Я ставлю пять, потому что он соль и очень вкусненький. Угу. Мне тоже он очень понравился сладкий и с ярко выраженным томатным вкусом, с таким ароматом очень богатым. Ну, я ему поставлю семь. Поставлю ему восемь, потому что у него интересный вкус и с солью, и без соли мне понравился. Такой, немножко не классический, но интересный. Вкусный помидор, на мой взгляд. Даша. Три. Вау. Мне не понравился его вкус, это слово совсем. У него очень странный привкус. И в отличие от того помидора, который мы пробовали, про который я сказала, что он хороший для салатов, у этого нет такой консистенции. И у него нету помидорного вкуса, ну как, мне показалось. А наоборот, какой-то очень странный привкус. И мне он вообще не понравился, даже солью. Ну, ладно. На вкус. Я ему явно не нравится. На вкус. А ты какой баллову ставишь? Я ему поставила в семь. В семь. Мне очень понравился сейчас. Извините. Итак, после небольшого перерыва продолжаем нашу дегустацию. Сейчас мы будем пробовать сорт Тамино. Это вот эти помидорки. Вот такие. А почему тут большой, а там маленький? А, потому что не Тамино. Не сейчас мы будем пробовать не Тамино, мы будем пробовать Дубрау. Готовы сделать свой? Да. Восемь. Семь. Семь? Да. Хотя нет, восемь. Так. Тоже интересно. Я ставлю восемь, потому что мне понравилось сначала то, что немного сладковат. Хотелось бы, чтобы он был более сладковатым, как тот, желтенький. Ну, тоже хорошо. А восемь еще, потому что с солью он очень сладкий, вкусный такой. Понятно. Но оранжевый все-таки вкусней. Да. Где-то пять не отличается с солью, отключительными чертами. Семь поставлю я семью, потому что хороший вкусный сок. Такой солевый, очень вкусный оказался вкус классический. Слушай, сос. Я с тобой, наверное, соглашусь, поставлю тоже семь баллов. И я вот так вот откусила классические помидоры с детства. Почувствовала вот этот вкус и консистенцию. И прямо вот как будто взяла помидор из банки. Уже соленый. Вкус соленого помидора. Характерный такой очень. Поэтому я думаю, что Дубраво идеально подходит для засолки. Не маринования даже, а для засолки. Очень вкусно. И в салате будет очень хорош. Со сметаночкой, с лучком. Он вот тут идеально подходит, чтобы получить именно тот вкус жижки от салата, который мы все так любим. Жижки. Нужен именно вот этот сорт Дубраво. Дальше. Итальянец Pantano Romonesco. Это вот этот вот перезревший, к сожалению, большой крупный помидорчик. Да, это биф томат. То есть, да. Мясной томат, да. Есть такая группа томатов. Биф томаты, которые как бы заменители мяса. То есть, это очень мясистые, бессемянные плоды, крупные. Но в этом году он у меня почему-то как-то не очень хорошо себя показал. Я ставлю 9. Мне он очень понравился. У него такой необычный вкус, когда кусаешь. Ну, и когда жуешь. И с салькой он тоже очень вкусный. Я тоже очень удивилась сейчас, когда я посолила его и откусила. Тому, какой он сладкий. Просто дикая сладость. Сахар. И даже я вот свое мнение о нем гораздо сильно улучшила. И поставлю ему, наверное, 7 баллов. Интересный вкус. Такой необычный. Твердая кожура. Скорее, минус немножко. В зубах застряла даже. Но вкус интересный. 7, 8, 7. Ну, пусть будет 7. 2. 2. Ты как строгий судья себе. Все занижает. У него кожица очень липучая. Она липнет к деснам. Она тяжело живется. У него очень странная текстура. Ну, как бы мягкие. Мне она очень не нравится. У него плохой привкус. Мне он не нравится. И он долго остается. У других помидоров, у которых был привкус, ты ешь, и он быстро проходит. А у этого до сих пор есть. И мне он, в принципе, не понравился. Еще он не очень пахнет. Угу. Не думаете, у него ничего такого. Но каждый имеет право на собственное мнение. Папа и Даша еще ни разу не поставили десятку. Каждый имеет право на своем мнении. У кого какого. Единицу не поставили зато. Пусть это работает. Жадность. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот он. Мне не понравился, потому что он малоурожайный. А плоды ее мелкие. И как бы с квадратного места, метра, много не соберешься. Папа и Даша. Ну, не дай мне тоже еще один. Вот. Поэтому. Он слишком маленький. Не распробовал лучше. Лучше не стало? Да. Только хуже. Три. Он даже больше, чем предыдущему. Чуть-чуть. У него хотя бы нет такого протинопника. Кожица жесткая. Для маленького пановерчика я не ожидала такой жесткой кожицы. Я пока ела, даже немного укололась таким-то углом. Он очень... Ну, мой помидор очень жидкий. Он плохо держит форму. И у него довольно странный и неприятный вкус. Он не такой плохой предыдущий. Ага. Но мне он не очень понравился. Но солью лучше немного. Совсем немного. Мне этот помидор категорически не понравился. Очень жесткая кожа. Очень... Да, единистая, многосемянная мякоть. В общем, я поставлю ему двойку. И я поставлю этому сорту одинерку. Ну, что значит? Одинерку. Одинерку. Единицу. Единицу. Потому что у него, как Даша сказала, у него очень твердая текстура. Еще у него... Сначала я съела один томатик. Он был очень пресным таким, перезрезшим. Я подумала, ну ничего страшного. Возьму еще один, который не такой перезрезший. Потом взяла, и он оказался жуть каким кислым. Третий не хочу пить. В общем, я даже не знаю, для чего этот соль можно применить. Для засолки может быть, потому что маленький размер. А так, как бы лучше Дубраву засолить или Малинового в Ажаровске. Ты возьмешь с собой этот томат? Нет. Сколько баллов ты ему поставишь? Ну, я думал, 3-4 поставить. И думал, что я буду... Моя оценка будет самой низкой. Ну, я смотрю, вы еще ниже поставили. Ну, пусть 3 будет тогда. Ну, я, в принципе, он тоже очень не понравился. И один помидор я съел сначала, а потом вошел. И сегодня нельзя попробовать соль, видимо, соль лучше его не сделала. Без соли он вообще не вкусный. И кожа грубая. И сейчас даже противовкусие огорчит немножко. Да, да, да. Поэтому, что это странный вкус такой. Такой неприятный. Хорошо. Я самый лучший кумудов. Тогда следующий сорт Дебарау царский. Ой, какой. Да, это вот этот. Такой плодочка. Ага. Я ставлю 3. Хорошо. Кто больше? 3. Потому что, я не знаю, наверное, потому что он недозревший, но у него очень-очень твердая кожица и сама текстура внизу. Да, еще безвкусный. Но все вкусненько, как внутри. Что-то между 4 и 5. Он, ну, по вкусу, как самый обычный помидор. Но именно этот по самой форме и тема такому. Мякоть не держится с кожицей, она выпала и не лежала там. Поэтому будут просто кожицы и отдельно семечки. Что не очень хорошо. Можно 2 поставить? Ну, по вкусу у вас лежа не отличается. Оценка? 4. 4. Хорошо. Пожалуйста. Ну, тоже 4 будет оценка. У него тоже меньше нагадался. Добавить особо ничего. Я хотел средний 5 поставить. Ну, что-то давный после вкуси какой-то странный. Ну, вот с солью он, в принципе, немножко ничего так еще был. Ну, хороший помидор, в принципе, отличный. 5 его оценка нормальная. Ну, я тоже поставлю 4, потому что он пресный. Он, скорее всего, засолочный. Да, такая вот и форма. Либо для сушки, либо для консервации подходит. Для запекания, может быть, с сыром хорошо будет. Но он такой довольно пресный. Да, соль не делает его сладким. Я думаю, он для запекания подойдет. Или каких-то там, я не знаю, бутербродов. Опять же. Да, улучшить вкус можно всегда. Но мы ищем то, что хорошо само по себе. Так, последние 2 участника у нас. Бычье сердце розовое и челнок. Бычье сердце розовое. Спасибо. Я поставлю ему, а жалую, вообще, 2. Да ты что? Ты так сказала, вау, когда начала вкусать его. Ну, ладно, 3, 3. Я не заманялась, просто уже. Да, уже под конец плохие оценки ставлю. Ну, почему? Потому что я подавилась им. Это же ты от жанра, что приятельство на вкус не влияет. Да, но еще, когда я укусила, и правда было вау. Потому что был такой очень приятный, сладенький, необычный вкус. А потом этот вкус прошел. И стал такой неприятный для меня вкус. Я решила спасти это, добавив соли. Но соль не оправдала свои ожидания. Я попробовала. И сначала тоже прекрасный такой вкус, а потом все кончается. И неприятно. И нос хоть сладкий. Ну, хорошо, понятно. Даша? 5? Угу. Помидорный помидор. Но солью он становится кислым. А не наоборот. Ну, как бы с другими помидорами соль как-то делал ярче вкус, если добавить немного. А с этим как бы делал ярче, но в плохом смысле. Он был слишком кислым. И мне не очень понравилось. Понятно. Саша? Ну, тоже 5. Обычный помидор. Ничего не могу сказать особенного. Неплохого, нехорошего. Непоследний. Я, наверное, тоже поставлю 5. Да. Обычное сердце с солью сладкое. И последний челнок. Походящий на сорт. Детерминатный сорт. Очень урожайный. В теплице у меня в этом году рос. Так выглядят его плоды. Прекрасно подходит для сушки. Для вяленых помидоров, масли. В общем, сортотип Романо. Итальянский сортотип. Я думаю, что челнок был выведен с использованием генов Романо. Потому что это классика. Классика. Но он более скороспелый. И для наших северных условий больше подходит. Романо у нас очень плохо растет. Как хорошо, что это последнее. Больше не могу ничего есть. Не объелась. Ужимать не будем? Наверное. Отлично. Ну, и давайте ваш вердикт. Ну, я поставлю, пожалуй, шестерку. Даже я понимаю, что я уже объелась. Так что я, наверное, слишком занижаю. Я и так превышаю, чем для меня кажется. Но вкус приятный такой, вкусный. Дальше. Пять. Ничего особенного. Я думаю, он хорош для каких-то заготовок. Потому что он очень легко слезал кожицу. По вкусу он нормальный. Как я сказала про заготовки. Я вспомнила, только сегодня видела. Томаты в собственном соку, которые продаются в магазине, в банках. Там вот как раз вот этот сорта тип. Вот эти продолговатые помидорки. С которых очищают как раз кожицу. И заливают томатным соком. Вот для этого он идеально подходит. Да, очень легко слезает. И я ему тоже, наверное, поставлю шесть. С таким же комментарием. Да, для определенных заготовок. Для того, чтобы в свежем виде взять вот и насладиться. Он не подходит. Но он не такой противный, как некоторые здесь были сегодня. Да, чтобы сказать про него что-то плохое. Хорошо. Так, как Даша говорила в начале. Про изменение оценок. Оценок. Кто-нибудь хочет сказать? Кто-нибудь переоценил первые сорта к концу дегустации? Первые были завышены немножко. Один-два балла. Ну, не знаю. Даш, ты изменила сомнения? Был этот оранжевый до десятки. Оранжевая груша, да? Да. Лучший из всех. Ну, я уже не буду ничего менять. Я их недооценила. Но мы... Да, ты недооценила. Мы будем учитывать. И зрители будут учитывать это. На один балл. На этого ёшка. Он примерно... Ну, и девятка. Он на одном уровне вот с этим. С черничным. Да, они вкусные оба. Но вот у этого оранжевого бывают некоторые, которые не такие вкусные помидорки. А есть, которые очень вкусные. Ну, все. Саша, ты не хочешь ничего сказать. Ну, я могу вот этому черничному десять поставлю, чтобы был один выделен самый лучший. Он мне больше всего понравился. Ну, может быть, он и так будет самый лучший. Я менять не буду. Ладно, тогда не меняй. Мы просто для зрителей. Хорошо. Вы мнение. А что это в моё центре? Я вас уверяю, очень многие люди ориентируются по нашим дегустациям на выбор. И мне даже индивидуально просили отмечать крупинки. Есть крупинос... Крупинчатость в плодах. Есть или нет? Ну, сегодня... Было у одного. Хорошо. Только мне не понравился больше всех. Пантана Романеско. Ага. Мне кажется. Да, он такой крупинчатый. Бычье сердце. Ну, сердца обычно тоже к этому относятся. Ну, вот. Хорошо. Не надо десятку ставить. То есть, как есть, просто так. Мне вот этот больше всех понравился. Чердичный десерт. И вот, который с желтым теменем. Ну, я не знаю, как он... Вот этот? Нет. Вот такой. Кринсон Краш. Кринсон Краш, да. Тебе есть что сказать? Нет, я же ничего не помню. Я тоже ничего менять не буду. Сейчас мы посчитаем и скажем, кто у нас победитель, а кто вылетает из этой гонки сортовой. Итак, подвели мы итоги. Получились интересные результаты. На первом месте оказался черничный десерт. Я этого до дегустации не ожидала. На втором месте у нас оранжевая груша. Но, может быть, если бы... Да и вероятно так и было бы. Если бы Даша в самом начале поставила высшую оценку, то оранжевая груша была бы на первом месте. На третьем месте Радана. И на четвертом месте сорт Дубрава. Тоже очень неожиданно для меня. Довольно обычный сорт занял с легкостью четвертое место. И пятое место это шоколадный страйпс Фонтана Романеско. Шестое место занял Пушистик Розовый. На седьмом месте Челнок Кримсон Краш, бычье сердце черное. На восьмом месте Малиновый Ажаровский. Самые невкусные сорта из сегодняшней дегустации это по убыванию баллов. Бычье сердце розовое 18 баллов. Дебарау царский 14 баллов. И самый ужасный сорт Тамина, который мне не понравился ни в теплице, как он выглядит, как растет, ни на столе. Не только мне, но и моей семье. Я надеюсь, что вам это видео было интересным, полезным. Вы для себя что-то отметили. И я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор, что мы вам с этим помогли. И не забывайте ставить классы, подписываться на канал Аленин сад и писать свое мнение в комментариях. Я желаю вам всего самого наилучшего. И увидимся очень скоро в новом видео на канале Аленин сад.